На самолетах, поездах и машинах в Бурятии идут все дороги. С каждым годом в республику приезжает все больше туристов. Сегодня в правительстве подвели итоги года туризма. В 2012 году мы выросли на 35% по туристическому потоку. И это понятно, что в 2012 году было очень много знаменательных событий, на которые приезжало много гостей. И тем не менее, по итогам 9 месяцев работы этого года, мы видим снова, что у нас темпы роста составляют 7,5%. То есть динамика туристических посещений набирает свои обороты. За несколько месяцев действия программы были построены новые гостиничные комплексы, как классы люкс, так и малобюджетные хостелы. В Кабанском, Тункинском и Кяхтинских районах открыты целые сети гостевых домиков и пансионов. В этом году был опробован еще один способ привлечения туристов. Это всероссийские международные форумы и фестивали. В Улан-Удэ открыта новая туристическая тропа на Верхней Березовке. И создана удобная система навигации. Общий объем услуг, оказанных туристам, составил порядка 930 миллионов рублей. Доходы, которые бесспорно должна приносить отрасль туризма, они пойдут широким потоком к нам. Возможности есть. Такие места, как и Волгинский Датсан, озеро Байкал, курорт Аршан, стали настоящим брендом за последние несколько лет. Сегодня в мире меняются тренды, становится интересным, познакомиться с такими неизведанными территориями, с интересными культурными ресурсами, с такой, знаете, уникальной природой. И, естественно, мы представляем в этом плане, это отметили и эксперты Всемирной туристской организации, что у нас очень высокий именно потенциал и капитал туризма. В этом году республику посетило чуть более 700 тысяч туристов. Увеличить общий поток до 1 миллиона задачи на ближайшие несколько лет. И она вполне осуществима, уверен глава Бурятии. Ольга Вайложникова, Максим Махалов. Новости дня.